В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем об основных событиях к этому часу. Берегите природу! В Дагестане с 13 августа по 2 сентября введены временные ограничения на посещение лесов. Где поселился, там и пригодился. Минздрав Республики трудоустраивает палестинских переселенцев, которые прошли переподготовку в дагестанские медучреждения. Чтение Корана, совершение намаза, норма поведения. Этому и не только. Обучали детей на летних курсах во всех мечетях Республики. Джума мечети Махачкалы подвели итоги. В Республике с 13 августа по 2 сентября введены временные ограничения на посещение лесов. В этот период запрещено пребывание людей и транспортных средств в лесных массивах из-за высокого уровня пожароопасности. По указанию Даглесхоза на въездах установят контрольно-пропускные пункты и усилят патрулирование. Региональный лесопожарный центр организует ежедневное дежурство на диспетчерском пункте. Отметим, что всех нарушителей ждет штраф от 40 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета по лесному хозяйству. Сергей Меликов поручил до понедельника навести порядок в системе вывоза мусора в Махачкале, Буйнакске и Кизляре. Иначе, предупредил руководитель региона, должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации главы региона. Для восстановления дорог после ливневых дождей в Рутульском районе потребуется порядка 32 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Дорожные службы продолжают аварийно-восстановительные работы после стихии. Ориентировочный срок восстановления 15 сентября. Такие данные были озвучены в ходе совещания в правительстве Дагестана. В Дагестане система безналичной оплаты оснащена примерно треть общественного транспорта. Из пяти тысяч городских и межгородских маршрутах примерно в третий из них можно оплатить проезд картой или бесконтактной оплатой. В Махачкале таких автобусов около тысячи. В Каспийске, Буйнакске, Дербенте, Кизелюрте и других городах безналичная оплата не предусмотрена. Отметим, что в республике зарегистрировано около 24 тысяч автобусов, из которых около 20 тысяч эксплуатируется более 10 лет. Около 180 школьников получили портфели с полным набором канцелярских принадлежностей в Дербентском районе. Там прошла благотворительная акция «Собери ребенка в школу», организованная Министерством труда и социального развития республики. В основном помощь была оказана детям участников СВО, сотрудников полиции, погибших при теракте, несовершеннолетним детям из Сирии, а также малоимущим и многодетным семьям. Отметим, что акция проводится ежегодно и на протяжении нескольких лет благодаря поддержке меценатов. За это время помощь получили более полутора тысяч воспитанников, проживающих в районе. Спасибо Министерству труда, что помогает нашим детям и не забывает о детей в сиротах тоже. Спасибо глава администрации, что они оказывают нам каждый год помощь детям в школе, на праздники все. Беженцев из Палестины намерены трудоустроить в Дагестане. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики. Многие переселенцы у себя на родине были врачами. Сейчас они проходят профессиональную переподготовку по своей специальности. Учеба оплачена благотворительным фондом «Инсан». По завершению курсов в палестинские медики вскоре смогут официально работать. Четверым из них уже предложена работа в местные медучреждения. Данная инициатива позволит палестинцам интегрироваться в общество и использовать свои профессиональные навыки на благо республики. Более тысячи детей прошли обучение на летних курсах в Центральной Джума-Мечети Махачкалы. В ходе торжественного мероприятия отличившихся учеников наградили грамотами и денежными поощрениями. А одному из преподавателей была подарена путевка на Малый Хадж-Умра. Вы стали шестивым обладателем путевки на Малый Хадж-Умра. Имам вручает сертификат нашему преподавателю. Выпускников пришли поддержать родители. Они отметили огромную пользу подобных занятий для воспитания подрастающего поколения. Польза неоценимая. Дети были очень дисциплинированы за этот период. Готовились, старались. Я считаю, что летние каникулы прошли не зря. Дай Бог, чтобы каждый год, каждое лето все ходили сюда, детей приводили. Я думаю, это самое благое, что мы можем сделать для детей. У меня были занятия, я получала пятерки. Мне там очень нравилось. Там все ходят в хиджабе. Напомним, что летние курсы по изучению основ ислама были организованы муфтиятом Дагестана. На протяжении трех месяцев почти во всех мечетях республики детей обучали правильному совершению намаза, чтению Корана, а также рассказывали об этике поведения и добром нраве. Выражаю благодарность каждому муалиму, родителю, ученику, который посещал эти летние курсы. Пусть эти знания приносит пользу как в этом мире, так и загробной жизни. Дай вам, чтобы наши дети во всем радовали нас, чтобы они были такими, чтобы они оправдывали наши доверия. Команда из Левашинского района стала победителем регионального этапа всероссийского марафона «Земля спорта». На стадионе «Труд» в Махачкале проходили соревнования по легкой атлетике, силовому экстриму и другим дисциплинам. В турнире принимали участие жители сельских территорий и представители 20 муниципалитетов. Главная цель – вовлечь население занятием спорта, отмечают организаторы. Это мероприятие про спортивный дух сельских жителей и их стремление к победам и сплоченности. Я бываю в разных регионах. На данный момент у нас уже проведено более 50 турниров в различных регионах Российской Федерации. Хочется отметить, что в Дагестане очень большая вовлеченность людей в спорт и людей в сельской местности тоже. Это не может не радовать и это действительно здорово. Победителю регионального этапа команда Левашинского района будет представлять Дагестан в финале всероссийского марафона. Он состоится 25 августа. Всего участие в ней примут коллективы из 60 регионов страны. Это один из крупных проектов Минсельхоза России. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.